Держись, сестря, я найду тебя. Я отомщу за нас. Ну, где же ты застрял-то, а? Где застрял-то? Вы извините, господин, я вчера явно перепил, поэтому проспал. Что больше не повторялось. Алкоголиков и сонь я не терплю. Извините, господин. Я просто разозлился на эту Фариду. Почему? Становясь богатыми, люди меняются. Ну, то есть, Фарида — друг моего детства. Но вот это-то есть вот это. Видя вот это, люди меняются. Увидят это, и всё забудут. Всех друзей продадут. Мало того, что не пригласил меня на праздник, так ещё и прогнала. Деньги? Вы извините, господин, я немножечко погрузился в свои проблемы. Да, деньги ослепляют, но не всех, Селим. Для того, чтобы вновь научиться видеть, нужно немножечко пострадать. Каждый куруш, положенный в карман, что-то хочет от тебя. Много или мало. Но ему в любом случае что-то от тебя нужно. Вот так это работает, господин Селим. Садись. Возьми. Положи в карман себе. Возьми, возьми. Видишь эту женщину? Те деньги, которые ты положил себе в карман, они хотят, чтобы ты припугнул эту женщину. Припадал ей урок. Хорошо. Не перестарайся. Просто немножечко напугай. Когда закончишь, эти деньги тоже станут твоими. Не волнуйтесь, господин, я вас не подведу. А не смотришь, зачем? Зачем я прошу тебя напугать ее? Тебе не интересно? Если ты приказываешь, значит, есть какая-то причина, господин. Могу ли я спрашивать? Так-то... Так-то... Ну что, встретился с Селимом? Ты сказал, что перезвонишь, ну и что? Успокойся, я все расскажу. Помнишь, на аукционе была такая молоденькая девушка? Ну, ради стола, который ты хотела купить, она поссорилась с тобой и выкупила его? Да, и что с ней случилось? Не знаю. Наверное, что-то это происходит. То есть как? Ты о чем говоришь? Она обидела мою любимую. Когда моей любимой плохо, мне тоже плохо. Я подключил Селима. Он отомстит за нас. Тунь, что ты сделал? Что он будет делать этой женщине? Не волнуйся, любимая. Он просто ее погладит и все. Тебя нужно бояться. Тебя правда нужно бояться. Пусть Фариде тоже меня боится. Эта женщина забрала мой любимый стол. А Фариде Джунейта. А сейчас самое время Фариде заплатить за все. Мы нашли человека, которого искали. Теперь будет легко избавиться от этой Фариде. Вы услышали, что нам доверить дело Сидэн? Господин Туньч только что сказал. Возьмите. Да. Давайте выпьем за первые успехи, госпожи Илюль. В нашем офисе. Да, мы только начинаем. На самом деле, дело Сидэн было сложным. Туньч, хорошо бы торговался. Но все, чему мы научились, мы научились от вас, дядя. Вы наш учитель. Спасибо. Эй, Илюль. Джунейт. Ваша работа была замечательной. Вы удивили их. Я вновь поверил, что вы хорошая команда. Спасибо, отец. Я у вас новая работница. Но я уверен, мы будем хорошей командой. Вы не переживайте. Вечером никуда не уходите. Все ужинаем дома. Уважаемый я, нет никаких отказов. Если есть какие-то планы, отменяйте. Мы должны это отметить. К тому же, нет ничего важнее меня, да? Хорошо, господин, я поняла. Мне нужно ответить на этот звонок. Господин, я позвонил, чтобы сообщить вам. Я выполнил вашу задачу. Скажи, что ты сделал. Я ее сбил на машине. А потом, пока никто не увидел, я испарился. А как она? Я как раз из больницы. Парочка переломов, ничего интересного. Хорошо. Избавься от машины и испарись. А за своим потом зайдешь. Молодец. Что, во сне меня видела? Селим что-то наделал. Я пришел на день рождения друга. Тут что-то не так? Э, я не про это. Что, получить деньги, ты похитил ткани? Не выдумывай. Я сама все слышала. Тунь с кем-то по телефону разговаривал. Все произошло, когда ты дежурил. Тунь в себя не подозревает, но... Я-то знаю, что тебе нужны были деньги. Ты это сделал, да? Фарида, ты зря меня обвиняешь. Если бы ты был старым селим, я бы тоже не подозревал тебя. Но ты каким-то странным человеком стал. Это ведь ты, да? Так, ну хватит. Да, я украл. Я украл, поняла? Как ты мог так поступить селим? Выбора не было, я бы сделал. Ты не нашла мне достаточно денег, я сам их нашел. Не могу тебе поверить. Как я буду смотреть людям в глаза? Что я им скажу вообще? Ты еще так спокойно об этом говоришь? Не могу в это поверить. Нет. Так нельзя. Ты немедленно всем все расскажешь, немедленно. Еще чего. Ты с ума сошла? Как я могу им рассказать? Они выгонят меня. Не расскажешь, я расскажу. Не убуянь, ты ничего им не расскажешь. У тебя нет доказательств. Как ты об этом скажешь? Стой, поговорим. О чем мы будем говорить, Элим? Ты их ограбил. Ты предал их. Как я могла тебе довериться? Идиотка. Не говори так, пожалуйста. Я обещаю тебе, я верну тебе долг. Но, пожалуйста, не поли меня. Меня посадят, придет конец, не умру. Тогда уволься. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь, Фреда? Я с трудом сюда устроился, что я буду делать без работы? Об этом надо было думать до воровства. Тебе это хорошо, что хочешь кушаешь, что нет выбрасываешь. Взяла себе этого Джунейта? Селим, следи за словами. Да что ты за друг ты такой? Вместо того, чтобы поддержать меня, смотри, что делаешь. Я тебе помогла, Селим. Что только ты не сделала, чтобы тебя взяли на эту работу. А что сделал ты? Ладно. Хватит уже. Либо сейчас же ты увольняешься, либо я все рассказываю.